Здравствуйте, уважаемые студенты! Я Коваль Олеся Владимировна, преподаватель кафедры русского языка и литературы. Вашему вниманию предоставляется презентация по профессиональному русскому языку на тему «Профессиональная деятельность и коммуникация». Курс профессионального русского языка как дисциплина общеобразовательного цикла рассчитан на студентов казахских отделений и призван дать студентам представление о курсе как о целостной целенаправленной системе знаний в определенной предметной области, Для оценки первоначального уровня знаний учащихся может быть проведено анкетирование и вводное тестирование, цель которых подтверждение актуальности проведения данного курса. Содержание курса определяется коммуникативными потребностями студентов в научно-профессиональной сфере целями и задачами обучения русскому языку как средству научной деятельности. Коммуникативные цели и задачи практического владения языком являются концептуальными, базисными. Студенты бакалавриата, формируя и совершенствуя новые речевые навыки и умения, связанные с научной сферой коммуникации, овладевая дополнительным по отношению к родному языку средством общения, получают в конечном виде глубокое и качественное профессиональное образование. Цель дисциплины. Основная цель курса – формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции, способностей решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях в научной сфере. Задачи дисциплины. К задачам относятся умение давать оценку полученной информации, извлекать новую информацию из текстов, составлять тексты основных учебно-научных, научно-профессиональных жанров, выступать на профессиональной темы. Таким образом, для студентов всех специальностей основным объектом обучения представляется научно-профессиональная речь. Цели курса. Сформировать и развить умения и навыки использования научной литературы по специальности с целью получения информации, способствующей формированию профессиональной компетенции, сформировать представление у студентов об особенности функционирования системы языка в научном дискурсе. Задачи курса научить понимать, как развивается информация текста, строить его логико-композиционную основу, обучить методами приема структурно-семантического и смысла лингвистического анализа научного текста, научить извлекать из текста необходимую информацию, описывать ее, обобщать и интерпретировать с целью использования в процессе учебно-профессионального общения, научить использовать систему предметных и языковых знаний для решения задач учебно-профессионального общения. Пререквизиты дисциплины. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные при изучении следующих дисциплин. Русский язык, введение в специальность. Постреквизиты дисциплины. Методика преподавания дисциплин. Данная дисциплина необходима для совершенствования научно-профессиональных знаний студентов по профильным дисциплинам. В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление об особенности функционирования речевых единиц, о языке и речи специалиста в способах невербальной коммуникации, о стилях и типах общения в различных сферах профессиональной деятельности. Студенты должны знать социокультурные условия Казахстана и особенности функционирования русского языка, сферы обстановки ситуации общения, социальные статусные роли участников речевой коммуникации, языковую систему и стилистические ресурсы на лексико-грамматическом уровне, минимум общенаучной книжной лексики и терминов, минимум речевых тем в рамках специальности, речевые особенности делового общения, виды и жанры учебно-научной и служебно-деловой речи. Студенты должны уметь определять приоритетные коммуникативные интенсии и задачи, строить стратегию общения для достижения успешной коммуникации, осуществлять отбор лексико-грамматических и стилистических единиц в соответствии с экстралингвистическими условиями речевой коммуникации, продуцировать, то есть создавать, порождать и правильно интерпретировать высказывания научного делового публицистического стилей на актуальные темы в области профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность и коммуникация. Общение о связи между людьми, в ходе которой возникает психологический контакт, проявляющийся в обмене информации, взаимопереживании, взаимопонимании. Психологи отмечают наличие главной потребности у личности в общении как важного фактора самоформирования личности. Общение характеризуется содержанием, функциями и средствами. Содержание общения может быть различным. Передача информации, восприятие друг друга, взаимооценка партнерами друг друга, взаимовлияние партнеров, взаимодействие партнеров, управление деятельностью и т.д. Функции общения выделяются в соответствии с содержанием общения. Имеется несколько классификаций функций общения. Коммуникативная, индивидуальная, информационная, когнитивная, эмоциональная, коннотативная. Определение культуры речи. Учение о культуре речи зародилось в Древней Греции в рамках науки риторики как учения о достоинствах речи. Изучение культуры речи в России сформировалось в конце 1920-1930 годах. Значительный вклад в исследование культуры речи внесли Щерба, Винокур, Виноградов, Ожегов, Головин, Голуб и другие языковеды. Понятие речевая культура в научно-методической литературе практически не имеет определения и нередко оно подменяется понятиями культуры речи, культуры речевого общения, языковой и коммуникативной культуры. В Большом энциклопедическом словаре, посвященном вопросам знания языка знания, понятие культура речи имеет следующее значение. Культура речи – это владение нормами устного и письменного литературного языка, а также умение использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи, разделы языка знания и следующие проблемы нормализации с целью совершенствования языка как орудия культуры. Говоря о состоянии современной речевой культуры и речевых практиках, следует охарактеризовать специфику русской национальной речевой культуры. В целом, по мнению Бельчикова, национальная речевая культура – исторически сложившаяся совокупность всего лучшего образцового, традиционно устоявшегося в стилистическом отношении, то есть в сфере выражения средствами конкретно национального языка, идей, мыслей, чувств, носителей данного языка, передачи информации всей суммы социальной и культуры, значимой для данного национального общества, знаний, понятий, представлений. Специалисты, занимающиеся проблемами речевой культуры, отмечают особые качества национальной речевой культуры, стилистическое разнообразие текста, письменного и особенно устного полифоничности, экспрессивных красок, использование языковых срез, имеющих разные стилистические потенциалы, живой оборот речи, поговорка или удачно подобранное крылатое выражение – все это способствует наиболее удачному выражению мыслей и идеи автора, активизирует внимание аудитории, повышает интерес к тексту оратора. В современных условиях формирование речевой культуры требует специальных условий, как со стороны институтов, воспитывающих личность, так и со стороны самой личности. Типы норм литературного языка. Норма литературного языка – это сложное и противоречивое явление. В современной лингвистической литературе встречается разнообразное определение нормы. Трудности определения этого понятия обусловлены наличием в этом понятии взаимоисключающих признаков. Охарактеризуем основные признаки литературной нормы. Благодаря устойчивости нормы литературный язык соединяет поколения, поскольку нормы языка обеспечивают преемственность культурных языковых традиций. Существует два вида норм. Нормы обязательные, нормы вариантные. Типы языковых норм. В литературном различают типы норм. Нормы письменной и устной форм речи, нормы письменной речи, нормы устной речи. К нормам общим для устной и письменной речи относятся лексические нормы, грамматические нормы, стилистические нормы. Специальными нормами письменной речи являются нормы оффографии, нормы пунктуации, только к устной речи применимы нормы произношения, ударения, интонационные нормы. Имидж делового человека. Имидж от английского image, образ, изображение, отражение. Искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и психологического воздействия. Имидж создаётся пиаром, пропаганда, рекламой с целью формирования в массовом сознании определённого отношения к объекту, может сочетать как реальные свойства объекта, так и не существующие приписываемые. Компоненты имиджа делового человека. Стиль поведения, одежда, прическа, манеры, жесты, движения, поведение, речь. Стиль поведения. Целостный комплекс знаков, создающий определённый образ поведения. Выявлены следующие стили поведения. Слуга. Неуверенность в себе. Скованность. Пристройка к другим снизу. Этот стиль крайне нежелателен для руководителя. Вояка. Излишняя самоуверенность, агрессивность, заносчивость, нетерпимость, критики, пристройка к другим сверху. Барень. Сложность, самодостаточность, уверенность в себе. Такой руководитель может вызвать уважение у подчинённых в определённой степени, но барская снисходительность не всем нравится. Демократ. Общение с подчинёнными на равных. Уважительное отношение к ним, учёт их мнения – это идеальный тип руководителя. Одежда. При выборе костюма нужно обязательно учитывать такие факторы, как сфера деятельности человека, соответствие стилю, прическа, цвет кожи, глаз, волос, конкретные условия. В настоящее время многие предприниматели считаются советами модельеров. Основополагающим принципом при составлении гардероба, по их мнению, должна стать универсальность одежды. Если в гардеробе есть много вещей, которыми редко пользуются, значит гардероб составлен неправильно. Прическа. Деловой женщине следует помнить, что хорошая прическа может изменить образ, как и новый костюм. При этом существует определённое ограничение. Длина распущенных волос не должна быть ниже линии плеч. Ширина тоже в разумных пределах. Прическа делового мужчины по моде, но в умеренном её выражении, например, если это прическа с длинными волосами, то они сзади не должны быть длиннее верхнего края воротника рубашки. Манеры движения, жесты. Манера держаться – это такой же способ проявлять уважение к окружающим людям, как опрятная одежда, вежливое обращение в разговоре, тактичность. Жесты и движения являются частью имиджа. Часто случается так, что жест показывает настроение, лицо человека, даже когда он сам того не хочет. Движения не должны быть резкими и быстрыми. Не нужно при разговоре опускать надолго глаза или сидеть в расслабленной позе. Под имиджем понимает сформировавшийся образ делового человека, в котором выделяются ценные характеристики и черты, оказывающие определенное воздействие на окружающих. Имидж складывается в ходе личных контактов человека на основе мнений, высказываемых о нем окружающими. От имиджа во многом зависит желание сотрудничать с конкретным человеком или фирмой. Привлекательный имидж является одним из факторов, определяющих деловой успех. Поэтому деловой человек должен не только морально отвечать за свои действия, но и следить за внешним видом. Спасибо за внимание.